если у вас не плодоносчик груша подробите у нее толстые корни она порадует обилим аргай вот что интересно впервые в жизни я не заткнулся а споткнулся груши могут дать первого рожая причем не потому что раньше замерзали плодушки а просто дать первого рожая 10-15 лет ждать конечно если потом она разродится вот а я верю только не собственно если они привиты нормально привиты вы увидите урожай через три-четыре ну не повезет 5 лет то есть там толстые корни просто подрубать не надо но человек то он не понимает разницу между привитым или привитым вот ему хочется этот самый 25000 подписчиков хочется их порадовать каким советом даже не понимая что есть корни собственные а есть привитые те же груши и тогда получается мы привыкли колесить крону помните крону неправильно а тут еще и корни неправильно вот подрубать значит речь может идти только если речь идет о сеянцах о сеянцевой груши тогда можно приблизить и вот что мне делать в канаде дети здесь 15 лет но если он подрубит корни она действительно раньше заплодносит вот это решает уже вам может и погибнуть подрубили корни она у нее же как получается часть корней подрубили вот видите для чего подрубать толстые корни то есть а именно скелетные и скелетные крона и скелетные корни и получается советы толстые вот раскопали вот и выделили например вот так вот они пошли вот так и так образно и из пяти допустим два подрубили раз поперек примерно 40 процентов сока больше поступать не будет но тогда нужно почему чек вот который выучит почему он этого не знает что теперь нужно 40 процентов кроны тоже отрезать но корни то уничтожили а кормить то крону то будет тогда получается что караул спасайся кто может дерево должно спасти за счет быстрого закладывания у него силы запас питательных веществ раз земли не поступает быстренько заложить светочные почки быстро дать урожай и умереть вот так они тоже умеют умирать и тогда получается что почему раз ты учишь подрубить корни ты не написал что обрезать толстые ветки толстые корни толстые ветки видите как но и уже если тогда тогда скажем ну да она уже это 5 и 8 она уже размером с баню хочется плодов побыстрее а может это дичок быстрее получим урожай может успеем перепривить или просто возьмем топор но не ждать 15 лет вот и тогда раз вы подрубили из пяти два корня вот таких тогда значит отрезали также 40 процентов крона лучше даже с избытком и ждите но как исключение из исключения ну груши настолько долго ждать первого урожая вот что есть то есть кстати только сейчас заметил я про это мне зло взяло когда подрубку корне увидел потом успокоился потом вот такой взвешенный ответ он дал и можно и нельзя и каких случаях можно каких нельзя привитые нельзя потому что и так же подносит и так далее и вдруг я вижу сейчас только новинки ухты у нас окажется что они персики есть саженцы пирток сейчас ой поиздеваюсь очень высокая урожайность господи наверное уже за все годы не 1 миллион куплен саженцев и хоть бы один написал про большой урожай но это ладно а где взять высокую достойкость купить бекер и так одна из наших с вами людей кто с которой я общаюсь написала следующее вот бекер прислал ей не то что она заказала она предъявила претензию бекер оправдался за стулья взялись слушайте бекер ответил а причем тут мой к нам такое при привезли саженцы такие мы вами продали комментарии нужны а теперь откуда могли привезти персики повторяю в стране не нашел ни одного может кроме крыма но там тоже почему-то у них фотографии опять с интернета питомники вроде крымские вырастить персики как не в крыму но почему опять фотографии то все из интернета это тем а если крым исключаем где можно найти высокую морозостойкость ответа нет и не будет стране и повчеркиваю нет садов персиковых промышленных которые должны вырастить косточки вырастить по двое не обязательно вырастить деревья много деревьев как же давала десятки веток персиковых вот таких вот не могу вот таких вот тысячи 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 и чтоб плодоносили ну где вспомнили я нет вот ты мне показал бы вот и вот этот бекер уже столько лет я уже говорю наверное не один десяток лет продолжается это мошенничество и вот пожалуйста и кто будет покупать уже везло Сергея ну зачем вот высокая урожайность высокая морозостойкость а потом руками разведут зачем купили зато продали